Добрый вечер, уважаемые участники семинара. Я не буду вас долго задерживать, постараюсь стараться не сказать о результатах исследования, которые мы проводим в нашем генерическом технологическом институте. Александр Евгеньевич, к сожалению, не смог присутствовать, я постараюсь рассказать вам о своей презентации. Кратко о том, что такое тема исследования. Тема исследования — это разработка прототипов молекулярно-генетических тестов систем для выявления прионных институтов. И кратко о том, что же такое прионы. Прионы — это особый класс инфекционных агентов, не содержащих молекул для инфа, чисто белковок, которые вызывают тяжелые поражения центральной нервной системы, так называемые медленные инфекции у животных и человека. Впервые термин прионы был введен стемель-грузинером в 1982 году. Прионы белок обнаружены в организме всех мегапитающих в составе клеточной мембраны. Прионы белок существуют в двух формах. Неинфекционная форма или клеточная форма. И инфекционный или патоген. Неинфекционная форма приона — это белок, найденный у всех мегапитающих. Известно, что он регулирует передачу нервных инферсов и циклы активности и покоя клеток органов и организма в целом. Известно, что образование инфекционного или патогенного приона происходит в результате конформационного перехода нормального приона в изоформу с увеличением содержания антиспиралей с 42 до 21%. При этом содержание складчатых бета-структур в молекуле патогенного приона увеличивается с 3 до 54%. О том, что касается механизма размножения пионов белка в организме животного или человека. Известно несколько моделей. Первая гипотеза была гетеродимерная модель. Согласно этой модели, одна молекула патогенного приона присоединяется к молекуле нормального приона и, таким образом, модернизирует превращение нормального приона в аномальный приона. Затем процесс повторяется. Но в этой модели есть одна погрешность основная. Она требует, чтобы патогенный прион был фантастически эффективным материзатором, чтобы эти клетки такие вот превращения были. Есть еще одна модель, фибриллярная функциональная модель. Она предполагает, что прион существует в клетке в виде фибрил, и эти фибрилы захватывают молекулы нормального приона и в результате нормальный прион вращается в аномальный. Накопление прионов в клетке сопровождается образованием высокооколепочных фибрил, они называются амилоиды. В результате этого клетка погибает, и если говорить о привлении мозговой ткани, в ткани образуются такие участки с вымышленными клетками этой полости, и поэтому мозг начинает напоминать скорость трубок. В связи с этим заболевания, которые вызывают прионы, получили название «бурч-тоженосфалопатия». В всемирной организации здравоохранения выявлена инфективность прионами различных тканей и крупного роботного скота. К тканям с высокой инфективностью относятся мозг, зрительный нерв, твердая мозговая оболочка и жиренковая ткань с низкой инфективностью относятся сердце, печень, почки, желудок. И наружные ткани, у которых инфективность прионами не выявлена на данный момент, это кожа, костная ткань, жировая ткань и молоко. Я уже сказала, что прионы вызывают заболевание, называемое «фубчатая инсфалопатия», либо «скрепи» у овец и хоз. Здесь в таблице представлены основные заболевания и носители этих заболеваний. Если говорить о заболеваниях человека, основные – это фатальная смейная бессонница, уру и болезнь в рейтинг-заяхова. Если говорить о распространенности в рейтинг-заяхова, она не одинакова в зависимости от исследуемой патологии и региона. Наиболее изученной является распространенность болезни в рейтинг-заяхова. На слайде представлены в рейтинг-заяхова и распространение болезни. В среднем, эта болезнь поражает одного человека на 1 миллион населения в год. Если вы угладите статистические данные по Российской Федерации, в России с населением примерно 150 миллионов, ежегодно болезнь поражает 150 человек. Поскольку основным источником заражения человека приемными заболеваниями является употребление мяса военных животных, соответственно, актуальна задача строгого учета каких заболеваний. В Европе создана целая сеть панадоров с такими заболеваниями. В России важной общегосударственной задачей является создание определенной системы приемных заболеваний человека и животных. Уже в течение 20 лет разрабатываются методики выявления приемных заболеваний. Большинство из них основаны на постмортальном исследовании мозга. Здесь представлены четыре основные стандартизированные методы, которые в мире на данный момент применяются. Посмотрим на последнюю из них. Система, основанная на иммуноферментном анализе компании, американской компании Диарет. Эта система признана тест-тестом в Европейском Союзе для выявления панадных заболеваний, то есть инсфалкотин, дискрепии у крупного рогатого скота, овец и коз. Можно выделить ряд недостатков известных методов выявления панадных заболеваний. Это такие, как низкая чувствительность, затем большие временные затраты, постмортальные исследования, ограниченный круг объектов для исследования, в основном это ткани мозга или инфоэд. Необходимость селективной реминации нормального приона и высокая стоимость. В нашем исследовании мы ставили цель разработать прототип на герметичную систему для выявления панадных заболеваний. Общая схема анализа представлена на слайде это иммуно-пациентная система. Основные стадии анализа включают взаимодействие антигеном с биотелерийным антителом, затем взаимодействие биотелерийным антителом с аспектом соединенным комплексом и регистрация методом реал-таймин-цер с использованием флористентных зон. В качестве антитела использована монопланальная решена антитела. Его особенность заключается в том, что оно взаимодействует с патогеном прионогелком и не взаимодействует с инопланетом. В качестве ДНК-мешения синтезирована олигонукреатидная последовательность, длина ее 194 конукреатидов и эта последовательность гомологов в базе ген-1 не имеет. Разработанная иммунно-пациентная система имеет ряд конкретно способных преимуществ по сравнению с известными, в частности, в литературе системой, основанной на иммунно-инструментном анализе. Одно из преимуществ заключается в том, что исследовать можно не только ткани мозга, но и другие ткани организма. Конечно, есть еще здесь чем стремиться увидеть, что продолжительность в основном минуты. Здесь только пока часы, он большое время занимает именно пробу тканей. Экстракция ткани все-таки в основном ткани животных происхождения много тканей. Поэтому исследования продолжаются. Я доложила о том, что уже на данный момент получено. Спасибо за это. Спасибо за субтитры DimaTorzok. Спасибо за субтитры DimaTorzok. Спасибо за субтитры DimaTorzok. Спасибо за субтитры DimaTorzok.